всем привет youtube сегодня у нас будет honda прелюд вот такой вот я каламбур на уровне петросяна придумал в общем друзья всем привет с вами дима one point это for the horizon 4 здесь у нас весенний сезон который я чуть чуть не пропустил и если бы я пропустил я бы себе наверное это не простил что-то я сегодня прям вообще стихами разговариваю в общем друзья сегодня мы будем забирать honda прелюд с ай 1994 года это четвертое поколение прелюдов и эта машина отличается тем то что она имеет у себя под капотом так так power в общем что же погнали смотреть что там нужно сделать чтобы заполучить этот автомобиль и так друзья вот он на карте вот этот вот чемпионатик шоссейная серия и как видите здесь у нас есть надпись сезонный чемпионат второй весенний чемпионат сообщества стак 100 по 1 где тут у нас тур супер седанов но надо будет кстати тоже ради интереса сюда зайти посмотреть что здесь будет интересного но супер седаны ну не знаю кстати здесь к нас категория современные спорткары причем от 100 до 900 можно будет брать автомобилю окей давайте входим чемпионат и видим задание первое место и дрэватар уровень эксперт мы получаем honda прелюд за второе место призовую игру за третье место и дрэватар уровня средний 15000 кредитов естественно одиночная игра дрэватар уровня эксперт у меня уже стоят и вот они вот они у нас появляются гоночки всего 2 всего 2 гонки ну ладно значит мы зайдем еще в какую-нибудь гоночку и покатаемся и так у нас здесь достаточно много различных автомобилей которые бы можно взнять для этих гонок но честно говоря мне хочется прямо чё-то экзотическое взять я люблю альфа-ромео поэтому я бы взял альфа-ромео но я знаю то что вы устали от моих этих альфа-ромео поэтому я возьму лотос и кстати с почему бы нет почему мне прокатиться на нем друзья до сих пор я болею все никак меня вирусы никак не могут меня отцепиться поэтому могу заговариваться могу нести бред все нормально потому что я сейчас играю при температуре потому что не могу не снимать для вас видосики и так что я могу сказать что-то пока что меня не радует лотус вообще по хорошему он должен управляться очень знатно но в данном случае что-то мне как-то не совсем опа 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 нормально нормально немножечко снесло так ну что я могу сказать дрова тару уровне эксперт прям хороши мы на самой позиции из 12 но тут у нас правда кольцевая гонка поэтому принципе я думаю у нас получится и догнять догнять очень я на это надеюсь и тут у нас по пошла такая небольшая тогу впереди ну посмотрим как как лотос будет входить в эти повороты черт меня обогнала тт-шка нет нет черт мне это совсем не нравится лотус не подводи меня пожалуйста братан очень очень тяжеловато она выходит как-то из поворотов мне это определенно не нравится давай 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 вообще никого догнать не можем просто вообще так лотус я чего зря тут говорил то что машины интересные у нас и получается машина не интересная просто никуда не едущая меня это определенно не устраивает первый круг так будем уже тогда я не знаю как-то более резко тормозить что ли блин она просто в занос уходит и из-за этого я простираю поворот лотос мать твою что с тобой не так не ну вы только посмотрите на это я даже напрямую догнать не могу ладно в поворотах хрен с ним ее заносит но напрямую ты чё чё происходит я вроде как выбился на пятую позицию но это просто молчанием и сосредоточенностью я это смог выиграть и потому что блин чё-то не так с лотосом просто чё-то не так вот посмотрите в каком заносе я зашел в этот поворот нас кольцевая шоссейная гонка не дрифт пожалуйста лотус успокойся и давай мы будем уже кого-то с тобой догонять потому что это жесть это полная жесть впереди меня едут тэхи и porsche кайман причем что что это такое просто в дрифте нафиг повороты сейчас у нас начнется то где я скорее всего начну просирать будем очень сильно оттормаживается но только посмотрите а определенный кайманчик лучше заходит в эти повороты я уже начинаю нагибаться по инерции неужели ты пешки не получится догнать я в это не верю прогадал окрасить машину то посмотрите не по траве нафиг едут они просто по траве едут и при этом не замедляются тэхи с вами определенно что-то не так я вам скажу поэтому я сделаю вот так вот не красиво что ты даже не замедлился так ладно вот так вот хитро зажимаем 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 отлично можно теперь выдохнуть спокойно и ехать уже к финишу я так понимаю потому что сейчас вроде как не должно быть никаких препятствий на моем пути к первому месту ну что же ребята финишная прямая вроде как-то тэшки меня но нагоняют но до финиша не должны успеть есть первое место короче я хотел выпадриться взять лотос и кстати с но знаете что нахрен я лучше пойду и возьму porsche кайман о вилл спин ну-ка ну-ка что выпадет что выпадет спасибо что хотя бы не 2000 кредитов да 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 знаете что я хочу сказать делать смотрю сейчас на этот porsche кайман я вспомнил что я его делали этих для одних гонок мультиплеере когда играл с вами на трансляции и понимаю то что эта машина слишком она по моему слишком сейчас будет валить просто пипец как в общем вы сейчас это все увидите ну кайман топчик да она должна на старте уже всех обгонять у неё свап двигателя ой-ой-ой-ой это должно быть весело итак у нас всего лишь один круг хотя поэтому может быть даже и не плохо что я взял такую машину но вы только посмотрите как она всех делает и вы только послушайте этот звук двигателя это что-то невообразимое эти тормоза это что-то невообразимое она на полном приводе это я нажимаю резко на газ она просто выстреливает вперед как пушка ну что же посмотрим насколько полный привод сейчас хорош и сможем ли мы на этой прямой догнать хоть кого-то но нет меня наоборот все обгоняют что это не круто это совершенно не круто болель мне определенно это не нравится пятая позиция они от меня сейчас все уедут хотя я могу прыгнуть вот тут вот как пропущена контрольная . там какой-то ублюдок специально поставил контрольную точку у это же никто никогда не делает но вы чё такие засранцы то охренеть просто можно открыть и пирос такое вижу обычно всегда всегда здесь пролетаешь спокойно но нет они сделали трассу где поставили контрольную точку на этом блин круговом движении вот они жопы а но больше всего меня сейчас раздражает то что меня отгоняют абсолютно все при этом я тут нахвалил свой кайман говорю что он пушка я так понимаю что напрямую это не совсем у меня пушка давай 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 может быть здесь будет это поворот и нет тут слишком много прямых срезаем 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 сносим забор и блин жопу свою подставляют подонки такие не с этими audi определенно что-то не так вы только посмотрите это целая пати audi которые собрались на мини редбосса видим маленького кайман чека наконец-то четвертая позиция хотя бы впереди трое несутся как я не знаю кто это жесть какая-то в жопу им влетаем отлично нет не отлично нет не пропущу пипец вообще наглость наглости нет предела audi отстаньте от меня молю вас не трогайте меня не тормозим вообще не тормозим без тормозов буду просто тупо отматывать где не вхожу в повороты давай 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 потихонечку начинаем нагонять кайман ты не должен ты не должен меня подвести я верю я верю что мы приедем на первой позиции каймаша пожалуйста топи нет уже скоро финиш третья позиция мне нужно блин вот тут я конечно да тут надо было затормозить ну ладно будет сейчас позднее торможение очень позднее торможение блин надо короче как-то хитро в них въехать чтобы вот так вот взять и по читерски просто в них влететь на чувство у меня это не получится депрали на так хочется вот на таранах взять меня меня реально раздражают такие вещи в форзе когда ты хоть на какой машине едешь блин и не можешь обогнать этих говнюков при этом тачка напуляет прям дико она реально дико пуляет не честь 2 боже мой этот поворот на никто в жизни все не пройду так как я хочу да ну нафиг да почему она не тормозит я хочу торт пройти быстро нами не получается ну да конечно то есть если так тут им просираешь эти ауди от тебя уезжают шикарно я хочу вас нафиг сбить блин говнюки просто ужас ладно у нас еще последний поворот есть может быть что-то придумаем он например вот такое давай давай нет-нет-нет блин ну так хорошо все шло так хорошо все шло просто нереально хорошо вот это было по красоте это было дико эпичная гонка это было дико эпичная гонка чуваки вот за это стоит поставить лойс вот определенно сейчас время для того чтобы это сделать я вас не прошу это делать начале ролика я прошу его зарядет ближе к концу ролика это было потное это было потно я ни разу столько раз не отматывал блин повороты в гонках это было жестко это определенно было жестко чё бы я делал без перемотки вот она красавица прелюд сай в общем ребята чем эта машина замечательная чем она вообще прославилась во первых у нее был в тег именно в четвертом поколении также у нее запомните именно они только то я знаю сейчас начнутся комментарии и у нее были подруливающие колеса это прям пушка поэтому я сейчас очень хочу посмотреть на то как это все дело управляется и как они это все отразили форс очки но при этом машина на переднем приводе индекс производительность нет и и точнее категория д а им из производительности 500 имеет она очень хороший разгон ну и в целом если подруливающие колеса и здесь еще автек то должна эта тачка ехать знатно ну ладно мне больше всего интересно естественным внешка посмотреть что там у нас можно повесить потому что тачка прямиком из 90-х и она должна быть прям максимально стильный потому что ну на эту машину мало тюнинга быть просто не может так давайте сразу же откроем все это посмотрим на крышке будет написано в тег на удивление кстати а может быть на ней так и не было да нет должно быть должно это все таки версия с ай в тег там должен быть honda motor made in japan лично honda написано но наверное наверное здесь я не особо знающий такой honda поэтому наверное не должно писаться нигде в тег может быть вполне возможно так ну что же давайте смотреть дальше багажничек все как надо картошечка туда влезет давайте уже сядет салон но салон естественно это не самый лакшери автомобиль но при этом смотрите какая прикольная приборная панель тачка сама по себе интересная по крайней мере вот интерьером есть у нас подушки безопасности все как надо посмотрите на это огромный рычаг кпп он офигеть какой толстенный я уже вижу прикольный тахометр и спидометра и сейчас предвкушаю как это все дело будет работать давайте заведем автомобиль и послушаем звук двигателя о нет это все таки в так были немножко мудноватый а вот вот так есть поднять надо как-то сфокусироваться братан фокусируйся вот вот там вот видно то что до 220 километров в час разлинован у нас спидометр тахометр крутит до 8000 оборотов и там у нас даже включились дисплей чеки и а вот это круто время 12 часов показывает различные у нас там иконочки есть двери когда открыто багажник открытый прочее 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 даже показывает топлива и уровень масла бошбой офигеть ну точнее не уровень масла маста датчик маста короче блин охренеть я не знал то что четвертом поколении такой охранительный салон был ладно меньше слов больше дела погнали модификации и тюнинг и мастерскую здесь давайте посмотрим что сначала можно свапнуть и 6 витим turbo раль понятно естественно назад на задний привод и на полный окей чё по турбинам одинарный турбокомпрессор и объемный нагнетатель но окей так чё у нас по блин да ладно вы не добавили обвесы на такую машину да по-моему в каждой игре где она была на нее куча обвесов но кроме например каком-нибудь там экран туризма потому что там с обвесами все время было не очень хорошо но по крайней мере я где помню где эта машина была в том же джуст по-моему она была да там обвесов тонна вообще была на нее но окей здесь у нас гоночный бампер от форзы и спойлер который смотрится ужасно ну и можно вообще снять этот маленький спортер от хонды блин я тут такой обрадовался думаю сейчас мы замутим тачку вообще четкую а в итоге нифига радует то что проставочки можно поставить на колеса здесь тоже это все конечно же круто но нафига эти проставки нужны когда у тебя принципе как бы кузов особо сделать каким-то интересным не получается ладно зайдем авто таланты здесь у нас кстати на удивление какие-то умения для дрифта я не знаю почему но как бы дрифт на переднем приводе то есть мне нужно обязательно ее по ходу свапать на задний привод они вот вот это имеют все дело в виду но тем не менее вот они по крайней мере три здесь есть скилла которая намекает то что эта машина для дрифта я не знаю давайте просто выйдем и покатаемся на ней как же она прикольно от первого лица выглядит и у нас охренеть какая была переднеприводная пропуксовка когда я стартанул потому что я нажал гашетку газа в пол и при этом она нормально вывернула слушайте у меня есть такое подозрение то что у нее серьезно подруливающие колеса давайте прямо вот сюда залечу да она охренеть как держит дорогу я конечно понимаю то что это все таки машина не самая быстрая поэтому логично что она держит дорогу но она реально очень хорошо это делает мне это определенно нравится да и звук у нее крайне неплохой прям такой спокойненький хороший но при этом бодрящий понимаешь что что едешь на какой-то фиговой тачке смотрите не есть даже переднеприводный снос нормально блин она очень хорошо себя ведет реально очень хорошо надо было мне руль подключить и на руле попробовать покататься на этой машине потому что мне вот открою он такую тайну мне в хорайзен 4 почему-то очень нравится ездить на передних на переднеприводных тачках на руле и я не знаю они так хорошо управляются с руля такие можно офигеть результаты мутить есть еще у тебя правильно как-нибудь там настроен в тэг на хонде сивик какой-нибудь это прям вообще пушка чуваки просто пушка ну-ка а если мы сейчас на полном приводе кидаем на ручнике баба ну тут понятно тут конечно ничего другого ожидать и не стоило могут так и так улетели но блин как же она с первой передачи стартует подождите вот я вам даже хочу это показать этом это просто мощь какая-то давайте вот так вот вставим вот я сейчас оборота не буду повышать мы просто стартуем просто с пробуксовкой я не знаю эта категория d автомобиля я под впечатлением я еще под впечатлением то что прилют именно четвертого поколения добавили я как-то ожидал то что будет прилют пятого поколения все-таки машина по новее но решили добавить именно эту странная тема но тем не менее тем не менее они это сделали в общем ребята вот такая вот машина весенняя ее можно очень легко ну не очень легко конечно тем не менее если вы будете брать правильной машины то будет определенно легко всего лишь две гонки и вы ее забираете но это же пушка это же реально пушка вы только посмотрите а какой шикарный автомобиль ведь это я еду в стоке и мне все нравится короче для гонок наверно вряд ли ее можно использовать каких-то мультиплеерных ключ от ну чтобы добиваться какого-то офигительного разрушительного результата но тем не менее блин едет она хорошо реально хорошо мне нравится но опять же она в стоке испоганить машину не стоком форзе можно очень и очень легко в общем всем огромное спасибо за просмотр не забывайте ставить лайки подписываться на канал и конечно же жать на колокольчик с вами был дима one point и смотрим все вместе на разогретые тормоза переднюю у прелюда пока пока